Здравствуйте, коллеги! Очень рад, что имею возможность пригласить вас в свое пространство. Природа наделила нас вот этой красотой. Снежок, такой снег первый у нас. Такое щедрое количество его выпало. Хотел бы показать вам вот эту красоту, прежде чем мы пройдем мастерскую. Ясень, орех, деревья, бархатамурский кругом. Это наша дальневосточная природа, она разнообразна. Здесь соседствуют северные растения и южные. Это и виноград дикий есть, и ель аянская стоит голубая у нас здесь. Ключ рядом с мастерской я взял гектар дальневосточный. Здесь я буду заниматься своим мастерством, своим ремешлом вернее. Развивая мастерство, делясь с вами опытом, показывать. Про резьбу по дереву я могу рассказать, что я занимаюсь уже резьбой несколько десятков лет. Хотел бы с вами поделиться понятием, что такое резьба по дереву. Резьба по дереву это не просто взял человек дощечку, сделал из нее какую-то красоту. Резьба по дереву это прежде всего ты становишься специалистом, но тебе по-любому придется столкнуться со столяркой. Это в первую очередь. Это придется столкнуться с мастерством рисования. Плотницким делом овладеть. Вот я, допустим, владею, я могу из кругляка, из бревна срубить какое-то там, ну поставить срут. То есть это раньше вы как рубили, там не было, не пилили мы бруса, а рубили с цельных стволов деревьев. Приобщаясь, работая резьбой по дереву, овладев резьбой по дереву, вы где-то принимаете участие в каком-то оформлении помещений, внутреннего, внешнего оформления. Ну и естественно приобщаетесь к мастерству других специалистов. То есть понимаете, что как происходит и становитесь в какой-то мере тоже специалистом, столером, плотником, дизайнером, художником. Ну не художником, но графикой вы все равно, карандашом вам придется овладеть. За период своего занятия резьбой я пробовал очень много, перепробовал инструмента, остановился я на резцах Александра Корнеева. Предлагаю начинающим резчикам приобретать АК-16У, оттуда убраны клюкарзы. Почему клюкарзы убраны? Ну допустим, чтобы начать мыслить творчески и создавать какие-то объемные в голове картинки, надо освоить плоско-рельефную резьбу. Приобретая набор АК-16У, вы уже можете что-то начать там очень, ну 16 предметов, 16 стамесок, они фактически там закрывают все потребности, чтобы сделать простую плоско-рельефную резьбу. Там все для этого есть. Поэтому заказывайте. Я рад, что наборы покупаются, наборы заказывают. То есть нас уже вот это вот неизвестно что грядет, встретит нас уже вооруженными. То есть у нас есть свои уголки мастерские маленькие. Мы набираемся опыта. Мы в это трудное время, потому что сейчас вот этот ковид уже и сокращение идут, и удаленка идет. В свободное время можем взять дощечку. Зашел в тот же магазин, в столярочку, кусочек чего-то выбрал, вырезал, потренировался, вырезал что-то, заморил, покрасил там стамески Александра Корнеева. Я видел, я много наблюдаю за брендами, какие инструменты предлагают. Самый удачный, самый качественный инструмент для начала, вообще для мастера, я с таким стажем пользуюсь именно только стамесками АК-16, АК-16У. У кого уже есть опыт заточки резцов, обращайтесь к самому Александру Корнееву, его координаты я даю там в описании видео. Кое-что я вам рассказал, много я болтать не хочу. Так что давайте, сейчас уже мы встретимся в мастерской, давайте вот еще раз посмотрим, какая у нас сегодня погода, какая у нас украшенная природа. Мастерская моя маленечко в той стороне, север не стоит. Ну давайте пойдем, пойдем в мастерскую, приглашаю вас. Сегодня я в мастерской занимаюсь изготовлением полки. Полка будет фронтон резной выглядеть вот так. Сегодня я вам покажу. Дубовый лист это самое-самое простое. В резьбе тут просто плавные линии вы видите. Используем полукруглые стамески, уголок в работе присутствует. Давайте приступать. Материал бархат амурский. ПЕСНЯ Думаю о цветах любви и счастья. И мечты о твоенных небесах. Бархат амурский. ПЕСНЯ Используем по обмористу. Вон как он. Ясеный, и мирный. ПЕСНЯ С песней все прощения на губах. ПЕСНЯ Знаю, что вчера, короче, завтра, Видя завтра этот заростывее надежд, Исправить можно все, в чем было неправ я. ПЕСНЯ Сбросить вес неправильных одежд, И вдохнуть не поздно и не рано. ПЕСНЯ Воздух в жизни, чтоб продолжить жить, ПЕСНЯ 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 И никто не знает час последней жизни Этот час последний, каждый час Каждый миг пока подобен тризоне Так в чем же радость каждого без нас? Для меня есть радость в том, что небо дышит Для меня есть радость в том, что льется свет Радостью верит, что Господь всех слышит И чего не должно быть, тому и нет Остальное все ведет к прозрению Каждому судьба дана как дар Просто прикоснись душой к смирению И почувствуешь судьбы своей нектар Просто прикоснись душой к смирению И почувствуешь судьбы своей нектар Вот уважаемые коллеги, я вам показал Как я вырезаю элемент лист дуба на эту полку Вы видели, что резал я по бархату амурскому Бархат амурский по своей прочности и свойствам сравнимо Я бы сравнил его с ясенем Вы видели, как работают по нему стамески Которую я вам предлагаю вооружаться Вот полка это у нас кронштейны белочки Белочек я вам тоже покажу Как я вырезаю, потом у меня идут В центре будут желуди стоять Как я это делаю смотрите на канале Здесь у нас будет виноградные гроздья Сделали в центре 2020 вырезал Дата текущего года Вот я готовлю полку виноградная лоза Вот у меня раскроенный материал Вот так вот расчерчены по шаблонам Вот шаблончики у меня идут Вот это у нас будет фронтон резной Виноградная лоза Фриз плетенка Вот Это заготовки на полку виноградная лоза И у меня к вам вопрос Нужны ли вам полные видео Уроки на изготовление определенного изделия Но в принципе можно и подумать на Какое-то более подробное видео На какие-то элементы Так что пишите Пишите в комментариях Пишите заходите на сайт На сайт Амурские украсы Ссылка тоже в описании есть Ну на сегодня я хочу с вами попрощаться Вам пожелать здоровья Еще раз напоминаю Есть наборы Александра Корнеева Наборы я отправляю со своей заточкой В помощь начинающим резчикам Творческих вам успехов Всего хорошего До новых встреч